43 удивительных буквы. В Вязком художественном музее открылась выставка под названием «Буквы говорят». Кировский художник Андрей Драченков представил зрителям свои работы. Это метровые буквы из церковно-славянского алфавита. На их изготовление ушло 8 лет, а самым интересным в сюжете Евгении Бакиной. Звук колоколов и герб Византийской империи. Так величественно выглядит последняя буква в славянской письменности «Ижица». Во время Петра I она то была, то исчезала из алфавита, а большевики и вовсе забыли о ней. Эта невидимость и привлекла художника Андрея Драченкова. Поэтому и сделал «Ижицу» выше остальных и обтянул ее кожей. Кусочек кожи он ожил, как, может быть, такая страница книги, может быть, какая-то завеса. И вот мне очень хотелось, чтобы эта буква стояла еще на каких-то таких вот ножках. То есть она немножко бы с одной стороны напоминала и мебель. А буква «С» словно часть Эгейского моря. Перебирая однажды кусочки из глины, мастера осенила мысль. На полотне должна быть карта. Воссоздать образ трех полуостровов помогли личные воспоминания о поездке с сыном. Но хоть Эгейское море и теплое, Андрей добавил ледяные глыбы в виде стекла. Память о том, что Россия где-то рядом. 43 буквы в одном месте. Чтобы их сотворить, Андрея Дроченкова художнику понадобилось 8 лет. В реализации проекта помогали ему еще 30 мастеров. Каждая буква по-своему уникальна. Например, буква «Ю» с музыкальным секретом. Андрей Дроченков родом из Вятки. Ранее он учился в полиграфическом институте в Москве. Любовь к каллиграфии художнику проявили именно там. Года три он копировал перышком Евангелие. А после переключился на буквы. Начал с види. Очень бы хотел, чтобы у нас на Вятке появился музей азбуки. Такой центр письменной культуры, где можно было бы заниматься каллиграфией. Раскрыть секреты азбуки, узнать, как буквы, земля, люди и добро превратились в отдельные звуки. А также пройти увлекательные квесты на знание истории можно уже сегодня. Выставка «Буквы, говорят» открылась в выставочном зале Вятского художественного музея имени братьев Воснецовых и продлится до начала июля. Евгения Бакин, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова